Здравствуйте! В эфире телеканала Обнинск ТВ новости в студии Дарья Человекова. Ильхам Нигматуллин сегодня в программе. Нейтроника 2017. В Обнинске стартовала научно-техническая конференция, в которой принимают участие более 100 российских ученых. Все-таки извинились. Представители компании «Пик Комфорт», препятствовавшей работе съемочной группы телекомпании «Обнинск ТВ», признали, что были неправы. Мы едины. В Нукограде прошел первый открытый фестиваль национальных культур. 29 ноября в Обнинске стартовала научно-техническая конференция «Нейтроника», посвященная нейтронно-физическим проблемам атомной энергетики. Организаторами форума выступили физико-энергетический институт и российский фонд фундаментальных исследований, а местным проведением был выбран профилакторий ФИИ. Важную роль в этот раз отверли докладам, подготовленным молодежью. Для тех, кто только начинает свой путь в науке, создали отдельную секцию. Ежегодный научный форум собрал в Обнинске ядерщиков со всех концов страны. Сама конференция ненамного моложе некоторых ее участников. «Нейтронике» уже 25 лет. Началась конференция еще с 89-го года. И сначала была таким достаточно узконаправленным специализированным семинаром по вопросам физики ядерных реакторов. И мне очень приятно, что наша конференция сейчас развелась в полномасштабную, как вот сказал наш генеральный директор, в полновесную всероссийскую конференцию. Одна из главных традиций конференции – это участие в ней наиболее авторитетных ученых ядерной отрасли. На пленарном заседании свой доклад о стратегии развития российской ядерной отрасли представил Владимир Осмолов, советник генерального директора госкорпорации «Росатом». В связи с ростом количества докладов, а их в этом году более 90, организаторы продлили конференцию еще на один день. Расширена и тематика научных работ. В первую очередь она отражает наиболее актуальные задачи в области физики ядерных энергетических установок. Доклады также посвящены стратегии развития ядерной энергетики, вопросам топливного цикла и использования ядерных реакторов в коммерческих целях. Это будущее. Это будущее. Нельзя же спиртом заправлять баки. А баки заправлять лучше, чем новыми топливными элементами, ездить на экологически чистом топливе, на водороде, например. А вот его еще надо произвести. Мыслей много, но должны быть аппараты, которые позволят человеку прийти к новому технологическому укладу. Такими аппаратами является, вот в нашей части, которую сегодня обсуждают, это быстрый реактор. Но там настолько много физики, там настолько много сложностей и нюансов, что я всегда обращаю внимание, кто сидит в зале. Если там сидят молодые, значит будет успех. Потому что проблему эту решить за десятилетия будет невозможно. Но если сейчас ее не начинать решать, ее никогда не решите. В рамках конференции должен пройти и конкурс для молодых ученых. Для них, кстати, в этом году создана отдельная секция. У нас на молодежную секцию представлено 18 докладов. Такая у нас будет живая конкуренция интересная. По мнению руководства института, важнейшей задачей конференции является именно обмен опытом между состоявшимися учеными и молодыми специалистами, которым предстоит продолжить работу по решению нейтронно-физических проблем атомной энергетики. О проблемах, с которыми столкнулись клиенты, управляющие компанией ЖКУ, мы уже рассказывали на прошлой неделе. В начале осени эта организация стала подразделением крупнейшего в стране управдома, компании «Пик Комфорт». С тех пор владельцы квартир не могут понять, почему оплачивает потребленную воду и приходится по нормативу, а показания счетчиков вдруг перестали учитываться. Угненцы пытаются выяснить ситуацию в офисе компании. На днях туда заглянула и наша съемочная группа, которую пытались выставить за дверь. О продолжении этой некрасивой истории расскажет Екатерина Замахина. В этот день нам позвонили возмущенные жильцы домов, которые в начале осени обрели новую управляющую организацию. Компания ЖКУ стала подразделением федерального управдома под названием «Пик Комфорт». Но вместо московского качества коммунальных услуг жильцы столкнулись с непониманием, почему уже третий месяц новая компания начисляет им плату завода не по счетчикам, а по нормативу. Ну, два-три куба горячей воды, а они пишут шесть кубов. Откуда взяли? Прояснить ситуацию по телефону угненцы не могли и на том конце провода никто не брал трубку. Поэтому десятки клиентов шли за ответом в офис, создавая многочасовые очереди. Эти кадры мы сделали в прошлый четверг, 23 ноября. Как выяснилось в этот день, не ждали здесь не только наплыва посетителей, но и журналистов. Нашу съемочную группу попытался выставить за дверь не кто-нибудь, а лично управляющий офисом. Представитель СМИ, что вы делаете? Сначала представьте. Вы вас приглашали сюда, как представитель? Меня не приглашали, я журналист. Меня жители позвали сюда. Ну, пойдемте выйдем на улицу, будем разговаривать. Хорошо, но почему вы нас пытаетесь... Я потому, что надо с приглашением всегда проходить. Нет, это общественная территория. Это общественная территория, мы имеем право. Заходите в мой кабинет. Знаете, я пойду туда по собственной воле, а не потому, что вы меня пытаетесь куда-то вогнать. Я хочу остаться здесь и сделать свою работу. Своё право на съемку в общественном месте пресса все-таки отстояла. Управляющий кому-то звонил, а после и сам пошел на контакт. Вот показания счетчиков. Все дают показания и делается первый расчет в квитанциях на сегодняшний день. И у нас люди работают в этом плане. Нам не передали просто вовремя данный единый расчетный центр. И мы все это набивали в руку. Вручную набиваем. Вручную набиваем. На факт препятствия работе журналистов. В пресс-службе компании среагировали только во вторник. А Вадим Козин принес свои извинения лишь сегодня, спустя почти неделю после инцидента. Но на камеру неприятный эпизод. Представители пик комфорта комментировать не стали. Ограничились лишь разъяснениями для жильцов. На текущий момент основная проблема – это показания счетчиков. Жители могут воспользоваться двумя способами передачи показаний счетчиков. Через Почту России и там же оплатить квитанции без комиссии. Через абонентский отдел наш тоже передать показания. И там же оплатить в терминале МКБ без комиссии карты и наличными. Чтобы передать первоначальные показания, от которых отталкиваются при начислениях, можно передать через абонентский отдел, либо в электронном виде через обращение сайта на пик комфорт. Решить проблему с начислениями в компании пообещали к концу декабря. Екатерина Замахина, Сергей Мокрецов и Алексей Резвых. Убненск ТВ. В телекомпанию Обненск ТВ обратилась Наталья Красикова с жалобой на транспортное обеспечение маршрута Обненск-Боровск. Она каждый день ездит из Боровска в Наукоград на работу. Попасть в переполненную маршрутку – большая проблема. Каждый день люди ездят как селедки в бочке – в маршрутке, на работу и домой. А некоторые вовсе не могут в нее попасть. Забитые до отказа авто людей на промежуточных остановках не забирают. На этом маршруте перевозку пассажиров осуществляют несколько перевозчиков. Жалобы пассажиров относятся в основном к ЭП «Вдовин». Люди неоднократно обращались в эту компанию с просьбой увеличить количество маршруток, но на их жалобы не реагируют. Например, 24 ноября на остановке в Боровске осталось 5 человек, которые не смогли попасть на утреннюю маршрутку в 7.20. Из Обненского-Боровск машина ЭП «Вдовин» отходит 17.15 от Аксеновской площади. Примерно к 17.10 подъехала просторная маршрутка, в которую смогли попасть все, кто хотел. Многие пассажиры были удивлены и обрадованы таким поворотом событий. Тем более, что на улице заметно похолодало, и стоять часами на остановке действительно стало дискомфортно и чревато проблемами для здоровья. Люди решили, что перевозчика кто-то предупредил о съемке. Вот он и выделил дополнительную машину. Однако, несмотря на в целом радужную картину, мы стали свидетелями и того, как перед женщиной с ребенком водитель чуть не захлопнул дверь. Другой перевозчик на маршруте Обненск-Боровск – Боровск-Авто. Его директор Юрий Соловьев утверждает, что у него на маршруте все в порядке. Людей перевозит автобус на 25 посадочных мест общей вместимостью 50 человек. Он ходит четко по расписанию, останавливается на всех прописанных в пути следования остановках и забирает там всех пассажиров. Переполненными автобусом у Боровск авто не бывает. У меня есть служба, которая периодически катается, изучает пассажиропоток на каждом маршруте. Поэтому у нас где-то появляются автобусы средней вместимости, где-то автобусы большей вместимостью появляются. Поэтому мы стараемся не ставить дополнительное транспортное средство, а увеличить количество автобусов, чтобы было больше вместимости. Стоимость проезда, утвержденная Министерством экономического развития Калужской области, при этом не увеличивается. Боровск-Авто ежемесячно отчитывается в Министерстве экономического развития и Министерстве тарифов. На основании этих отчетов делается расчет тарифов на проезд. Если он превышается, то за это ждут приличные штрафы. У многих сложилось мнение, что все, что касается перевоза, это Соловьеву. А на самом деле на рынке еще порядка 8 перевозчиков. Людям не важно, какой именно перевозчик их перевозит. Главное – уверенность, что они смогут сесть в транспортное средство и вовремя добраться до работы. Поэтому транспортникам, возможно, нужно не только следить за тем, чтобы у них выполнялись планы и не нарушались тарифы, но и стараться обеспечить пассажирам максимальный комфорт. А то создается впечатление, что отчеты для них важнее, чем живые люди. Елена Гаджанян, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ Мы едины – так называется открытый фестиваль национальных культур, который впервые прошел в Обнинске. В Доме культуры ФЭИМ собрались представители национальных объединений Грузии, Армении, Украины, Татарстана, Белоруссии и Еврейской автономной области, проживающей на территории Наукограда, чтобы рассказать о своеобразии обычаев и традиций своих народов. Несмотря на то, что люди разных национальностей и живут в одном большом общем доме на планете Земля, у каждого народа есть своя любимая маленькая родина, которой он гордится и восхищается, воспевая подвиги ее героев и неповторимую красоту. Вообще событие очень важное. Наверное, оно должно было произойти гораздо раньше, лет 10, 15, 20, а может быть и 40 лет назад. Но то, что это свершилось, это уже шаг. Шаг в хорошем направлении, в правильном направлении. Ведь мы действительно живем под одним небом, в одной стране, в одном регионе, в одном городе. Дышим одним воздухом, ходим по одним улицам, ходим в одни магазины. Что нам делить между собой? Мы должны жить вместе, мы должны жить дружно, мы должны любить и уважать друг друга. Говорят, если хочешь понять душу народа, послушай его музыку, песни и стихи, посмотри танцы. На фестивале в Доме культуры ФИИ представители национальных диаспор и землячеств щедро делились со зрителями лучшими образцами своей культуры и творчества. Субтитры создавал DimaTorzok В настоящее время на территории Калужской области проживают представители более 120 национальностей. А это значит, что в фестивале культур, организованном в Огнинске в первый раз, всегда будет куда расти и развиваться. Но надеемся, что в следующем году будет гораздо больше народа, а через 2-3 года мы будем это мероприятие провозить в одном из самых больших культурных учреждений или в ГДК, или в Доме ученых. Потому что все должно идти поступательно, в правильное направление. В фестивале приняли участие солисты и творческие коллективы Наукограда и соседних городов. Это ансамбль «Барабанщиц Вива», хор «Мальчиков Алые паруса», ансамбль русской песни «Оберег», ансамбль танца «Купава» из Огнинска, ансамбль народного танца «Наири» из Балабаново и многие другие. Помимо основной программы, участники фестиваля представили в фойе Дома культуры мини-выставку произведений народного творчества, а также провели для гостей дегустацию национальных продуктов и напитков. Наталья Подорога, Алексей Резвых, Обнинск ТВ В зале Обнинской средней общеобразовательной школы номер 11 имени подольских курсантов прошел 11-й региональный историко-краеведческий турнир «Усадьба Белкина», культурный центр современного Обнинска. Турнир проводился Общероссийской детской общественной организацией «Малые академии наук. Интеллект будущего» в рамках краеведческого проекта «Люблю тебя, мой край родной» при поддержке Общественного фонда Обнинска и городской администрации. Проект стартовал ровно 10 лет назад именно здесь, в школе номер 11. С тех пор представители «Малой академии наук» совместно с администрацией школы провели множество фестивалей, конференций и других мероприятий, как регионального, так и всероссийского масштаба. В минувшие выходные здесь снова собрались единомышленники разных поколений, чтобы еще ближе познакомиться с историей и традициями своей страны и, конечно же, малой родины, место, где они родились, росли и развивались. По нашей жизни, которой все очень быстро меняется, очень часто изменяются и ценности, которые мы с вами в этой жизни имеем. Есть некоторые ценности, которые не подвергаются коррозии, и одна из них – это любовь к родине, любовь к родному краю. И очень приятно, что вы, молодые люди, имеете вот это внутреннее желание, побудительный мотив познакомиться ближе, изучить свой родной край. В рамках турнира восемь команд школьников из Обнинска, Кондрова и Белоусова приняли участие в командном историко-краеведческом конкурсе «Обнинск. Блое и настоящее Калужского края». Интеллектуально-творческо-исторической игре «Усадьба Белкина. Путешествие в века» проявили себя в конкурсном домашнем задании с глубины веков и других мероприятиях. В ходе интеллектуальных состязаний ребята по специальному сигналу перемещались между тематическими классами «Юный архитектор», «Гостев Белкина», «Меценаты», «Новый год» и другими, в каждом из которых набирали валы своими ответами. Культурную программу для участников турнира подготовили ученики школы номер 11, а для педагогов был организован семинар на тему «Краеведческая деятельность. Опыт, инновации и перспективы». Наталья Подорога, Алексей Резвых, Обницк ТВ На сегодня это все. Как обычно, наша программа выйдет в эфир завтра в 19 часов. Выпуски новостей размещены также на интернет-сайте телекомпании, на наших страницах, в социальных сетях. Желаем вам всего доброго. До свидания.